Здравствуйте! Это Суть дела. Мы продолжаем анализировать деятельность Государственной Думы за время весенней сессии 2015 года. Экономика должна быть экономной. Это высказывание Леонида Ильича Брежнева очень подходит при подведении итогов работы Госдумы в области экономики. В апреле народные избранники пересмотрели действующий закон о бюджете, уменьшив расходы федерального бюджета с 15 трлн 100 млрд до 12,5 трлн рублей, а также увеличив более чем в два раза ожидаемый уровень инфляции с 5,5% до 12,2%. И дефицит казны 3,7% ВВП вместо запланированных 0,6%. Конечно, это заставило депутатов урезать расходы бюджета. В основном экономия затронула сферы образования, здравоохранения, охраны семьи и детства. В феврале Совет Госдумы предлагал понизить зарплаты самих депутатов на 10%. Чуть позже это на самом деле произошло, но не по решению парламентариев, а в связи с подписанием президентского указа, который уменьшил денежное содержание федеральных министров. А зарплата депутатов приравнена сегодня к зарплате членов кабинета министров. Так что все произошло само собой. Путь на импортозамещение, довольно четко обозначенный осенью прошлого года, был продолжен и в текущем. Госдума предложила, к примеру, установить минимальное количество мест на универсальных рынках для отечественных сельхозпроизводителей, не менее 25% от общего числа. Поддержку могут получить и российские разработчики программного обеспечения. В конце июня Госдума приняла закон о создании отдельного реестра отечественного софта. Предполагается, что именно включенные в него программы должны быть предметом госзакупок. В противном случае заказчикам придется обосновать необходимость закупки программного обеспечения, разработанного за рубежом. Эта идея при всей ее патриотичности, правда, вызывает сомнения экспертов. Вряд ли нашим разработчикам удастся заместить американское, допустим, программное обеспечение отечественным в столь короткое время. Но намерения похвальны. Надежда на смягчение режима санкций в отношении нашей страны не оправдалась. Ограничительные меры Запада остались в силе. Россия ответила на это продлением продуктового эмбарго на год до начала августа 2016 года. Конечно, такое охлаждение отношений сказалось и на законодательных инициативах. К примеру, депутат Госдумы Егор Анисимов предложил запретить прокат фильмов в страны-производителях, которых ввели санкции в отношении России. Он пояснил, что не считают такую кинопродукцию антироссийской, однако признает неправильным факт получения прибыли от ее проката в России во время действий санкций. Инициатива, конечно, похвальна, но я плохо себе представляю наши кинотеатры без американского и европейского кино. У индийских фильмов, конечно, есть своя публика, но поклонников Болливуда у нас в России, надеюсь, не большинство. А сами санкции в конце марта предлагалось признать обстоятельствам непреодолимой силы. Если бы инициатива была одобрена парламентариями и президентом, а пока законопроект даже не назначен к первому чтению, российские предприниматели, пострадавшие из-за высокой политики, получили бы уважительные причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств и смогли бы избежать гражданско-правовой ответственности на основании наступления форс-мажорных обстоятельств. Принятие такого закона может настолько осложнить наши отношения с Западом, что и подумать страшно. Так можно и под нефтяное эмбарго попасть. Долго наши компании понаделали немало, сотни миллиардов. Так что ждемся. Амнистия капиталов, одобренная депутатами в конце мая, стартовала 1 июля. Она дает россиянам право добровольно задекларировать банковские вклады, а также имущество, земельные участки, недвижимость, транспорт, ценные бумаги, не попавшие в поле зрения государства. При этом декларантов не будут привлекать к ответственности за поступки, связанные с приобретением или использованием задекларированных объектов. Дело-то хорошее, но очереди из желающих воспользоваться амнистией не наблюдается, и вряд ли она когда-нибудь возникнет. До выборов остается год. Есть время проанализировать деятельность нынешних депутатов, чтобы понять, вас они устраивают или вы хотите видеть в Думе другие лица. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok